Товарищеский матч Орехова-Зуева. Знамя труда 2 против Добрыни. Сложная победа, но много голов. 2-4. Стас, какие у тебя мысли по матчу? Не знаю, давай я лучше матч не сильно буду комментировать. Все-таки это как задача главного тренера. Ну, опять же, ошибок много. Ошибки такие, которые, в принципе, разбирали на тренировках. Передачи не туда и все остальное. Сейчас, опять же, зашли в раздевалку после финального свистка. Ване начало с плохого. Потом уже всех поздравил. Ну, я думаю, что ошибки есть. Но мы выиграли победу главную сейчас здесь. Как тебе соперник? Статус, престиж, уровень? Статус. Ну, приятно играть с профессиональным клубом. То есть хоть с молодежной командой профессионального клуба, но все-таки команда КФК, молодежная команда. Играют они по Московской области во второй группе, получается. То есть там Московская область, она вся идет, как ЗОМ, КФК отдельная. Вот. Выиграли. Ничего особенного, как бы, они не показали. Вот. Ну, где-то побыстрее были. Где-то, может быть, ну, то, что молодые, то есть бегают лучше. Вот. А так, ну, в целом, ну, команда плюс-минус там. Не то, что нашего уровня, ну, там плюс-минус какая-то, какая-то. Вот. В свете последних событий в нашем регионе начинается третья волна отмены коронавируса, да, вот этих ограничений. Все равно Белый дом говорит, что массовые мероприятия запрещены. Скажи, какие мысли по этому поводу? Будем ли играть, когда начнем? Начнем или вообще? Ну, в общем, вчера, вот у нас утром получает спешная информация, что третью волну вводят. Мы сразу связались с Федерацией. Федерации нам сказали, что это ничего не значит, то есть еще ждем каких-то указаний на массовые мероприятия и так далее. Ну, в общем, мы конкретизировали, и если мы не начинаем в ближайшие две недели играть, как бы, то Добрыни в этом подыграть не будет. Вот во второй группе. То есть я надеюсь на понимание руководителей, как бы, в областного футбола и все остальное. То есть как бы надеюсь, что мы, если даже не начнем играть, то как минимум в нишу лигу мы не слетим. Вот, потому что, еще раз говорю, что мы клуб, который зарабатывает сам, и играть до декабря, если начинать там с конца августа или с середины сентября, там, с начала сентября, как бы, у нас нет такого возможности. Нам нужно работать, нам нужно, как бы, зарабатывать. У нас дети, у нас новые филиалы школы открываются. То есть как, мы должны играть сейчас, но мы не должны открыть, допустим, филиал школы в арт-холле, который мы и так уже тянем больше, чем полгода, и мы его не открываем, да. То есть, как бы, каждый месяц аренды в арт-холле прекрасно знаешь, сколько мне стоит. То есть, как бы, я еще упущу, там, образно говоря, сколько денег. Я не то, что меркатильный человек, но это чисто просто, ну, непрофессионально, так бы, делать, типа, с нашей стороны. То есть, как бы, ну, вот мы ждем, что вот-вот начнем. Если вот-вот не начинаем, то, как бы, мы тренируемся до конца августа, как бы, а потом команду уходит в отпуск. Ноябрь считается темным месяцем, да, уже осенью, если нету снега. Получается, что если мы не начинаем сейчас, то нужно провести 10 туров, или 11 даже. 11 недель нужно. Скажи, реального ли вообще играть в ноябре? Ну, видимо, я помню, когда в мае писал в Федерацию про то, что, типа, какие планы вообще, как, чего. Они мне сказали, ну, у нас же искусственные поля есть, можно играть где-то, ну, до декабря. Ну, просто это рассуждение для, вот, любительских команд, как любительские команды, которые пришли, выиграли, проиграли, выиграли, неважно, да, потом собрались, там, пивка выпили, как бы, и, то есть, закончили, да, да. Это не про нас, то есть, как бы, ну, у нас четко выстроена работа, которая, как бы, кроме основной команды, есть еще много-много-много команд, да, как бы, и... То есть, в данной ситуации мы будем жертвовать основной командой. К сожалению, но, как бы, это так. Скажи, что будет с основной командой, если не получается сезон, будут ли какие-то они продолжать играть игры, или просто распустишь команду, как дела с дублем вообще, что дальше ждет, если сезон не получается? Сейчас сложно что-то говорить конкретно, как бы, да, но у нас такая ситуация, что, принципиально, наши позиции, что, чтобы играть, нужно тренироваться. Чтобы тренироваться, нужно время и поле. Чтобы было время и поле, нужны деньги, как бы, да, то есть, а мы их зарабатываем от школы. Соответственно, сейчас запускается школа, то есть, у тебя приходится чем-то жертвовать, соответственно, ну, как бы, это не совсем жертва основной команды, как бы, да, но я просто уже просто... Ну, это не профессионально, то есть, как бы, с точки зрения, как бы, всех ждать, там, блин, сентября месяца начинать, когда мы все предыдущие года в середине августа уже заканчивали, образно говоря, мы, да, то есть, мы понимали, что сейчас закончим в октябре, но хотя бы в октябре, в начале октября мы были готовы к этому закончить, да, но не в конце октября и не в середине ноября, как бы, это точно. Вот, так что, вот такие вот ситуации. Дубль у нас продолжит тренироваться, и дубль точно у нас продолжит играть в игры, вот, потому что дубль отдельный тренер, как бы, Сан Саныч, вот. Школы, много в школах завязано именно на Ване, то есть, ввиду этого, вот, так вот у нас получается. То есть, правильно я понимаю, Иван Андреевич сказал, что, грубо говоря, если ближайшие две недели не начинаем, то все, все, послесезонная баня, да, и по домам. Ну, да, и отпуск, то есть, как отпуск с точки зрения большой команды, но так как у нас половина большой команды задействована в детских школах, все все прекрасно понимают, как бы, что они пойдут работать с детьми, то есть, как бы. Хорошо, давай немножко о веселом. Есть ли еще какие-то планы по товарищеским играм на ближайшие две недели, пока команда еще не разбежалась? Да нет, у нас предложений-то много, то есть, как бы, я думаю, что сейчас вот мы думаем, 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 да, как бы, соответственно, если мы тренируемся, надо играть, вот. Выбираем, посмотрим, как бы, кто там готов, кто не готов. Ну, там из самых гуляющих, что там всегда есть варианты с Ютексом сыграть, с нашим любимым. Да, мне Паша писал, с которым мы еще не раз не играли. Что очень ждет этого матча. Вот. Вань, я в камерушке в Орша, да, как бы, то есть, ну, ищем команды все-таки вблизи, то есть, и для дубля для нашего ищем вблизи. То есть, для дубля тоже уже, как бы, ну, какие-то намечены, как бы, то есть, спаррингами. То есть, сыграть с командами возможности есть. Вот. Ну, далеко уже ехать, да, не хочется, как бы, то есть, хочется все-таки, ну, дома тоже не можно приметь, думать, дорого принимать, а на выезд подешевле, а на выезд лучше, вот, куда-то, как бы, мы поближе. Вот, все-таки, как видишь, вот, ты видишь, насколько мы считаем деньги, что, то есть, даже, как бы, вот, именно домашний матч организовать нам просто дорого, короче, получается. То есть, ожидаем еще, грубо говоря, пару игр, это точно, да, будет? Ну, я думаю, даже на беду. Все, отлично, с победой. И тебя с победой воловать. Хороший матч был. Наконец-то было много голов. В Московской области выиграли, как бы, то приятно вообще. Бомба, бомба. Всем пока. Всех раз. Субтитры сделал DimaTorzok